Есть несколько методов оптимизации, которые раньше использовались в нейронных сетях. Один из этих методов это R-PROP. R-PROP это метод, который учитывает не градиент, а знак градиента. Как он работает? Параметра нейронной сети с индексом i в следующий момент времени будет равен параметру нейронной сети в текущий момент времени минус скорость обучения для этого параметра нейронной сети в настоящий момент времени t умножить на знак градиента для этого параметра. Вот таким образом происходит обновление весов. Однако скорости обучения для разных параметров тоже изменяются. И здесь работает интуитивное правило. Если у нас градиенты для нашего параметра i показывают в одном и том же направлении, это означает, что в этом направлении скорость обучения можно немножко увеличить. То есть это означает, что мы не пропустили никаких минимумов, и дальше можно немножко быстрее производить оптимизацию. А вот если у нас изменился знак градиента, это означает, что нам немножко нужно урезать скорость обучения для этого параметра. Как происходит обновление, если у нас знак градиента остался тем же, то есть произведение знаков градиента больше нуля, то у нас скорость обучения умножается на параметр 1 и 2 или 1 и 1. На какое-то небольшое значение. А вот если у нас изменился градиент или занулился, то в этом случае мы домножаем learning rate, который у нас был до этого, на коэффициент 0,6, значительно при этом сокращая следующий шаг. Вот так работает R-prop. У этого метода есть один большой недостаток. Он заключается в том, что этот метод плохо работает с бачами. То есть оптимизацию таким образом приходится проводить для каждого отдельного элемента. И это минус.